Сегодня гость нашей рубрики интервью практический психолог Сергей Николаевич Акимов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сегодня мы поговорим о суицидах. Можно ли назвать какие-то конкретные причины вот этих поступков? Вообще, если говорить о каких-то причинах, то можно выделить, на мой взгляд, три больших таких блока. Это так называемый биологический, психологический и социальный блок. То, что касается биологического, это определенная наследственная предрасположенность, но не к суициду непосредственно, а, например, к каким-то вещам, которые являются провоцирующими суицидального поведения. Это склонность к алкоголизму, например, это склонность к психическим расстройствам, в частности, шизофрении, может быть, депрессии и так далее. Хотя, ну вот прямая как бы связь между всеми этими, значит, состояниями, она не выявлена, но, тем не менее, считается, что, например, депрессия или алкоголизм, они повышают риск суицида. Если говорить о второй составляющей, это вот индивидуально-психологические уже какие-то особенности человека, то здесь нужно сказать о том, что практически все суициденты, они имеют, ну, определенные черты. Хотя нет вот конкретно какого-то психотипа такого, да, что вот можно было бы сказать, что вот этот человек, он склонен к суициду. Суицид совершают очень часто люди самых разных типов. Но есть определенные, ну, опять же, как я бы сказал, провоцирующие, что ли, или повышающие риск суицида индивидуальные особенности человека. Это, в частности, нестабильность эмоциональная, это склонность к депрессиям, это высокая тревожность, это заниженная самооценка практически всегда. Причем самооценка занижена настолько, ну, что до полного неприятия, до полного отвержения себя, вплоть до ненависти какой-то. Вот. И наряду с этим, опять же, у суицидентов очень часто высоки требования к себе. Вот на фоне заниженной самооценки высокие требования. То есть, и что касается социального вот уже фактора, то здесь очень часто присутствует то, что мы называем социальной дезинтеграцией человека. То есть, выпадение его как бы из социума, ну, мотивом уже или толчком. Это может быть, например, там, потеря работы, да, или вот у подростков это иногда бывает. Изоляция в группе, это тоже считается вот одним из факторов риска. Это что касается взрослых людей, а у подростков есть какие-то особенности? Там немножко по-другому, понимаете, вообще вот если говорить о суициде, то существует определенная классификация такая. Вот есть суицид истинный, существует истинный суицид, существует демонстративный, так называемый. Это чаще всего именно подростковый, да. Вот. Существует скрытый суицид, например, да, или альтруистический суицид, там, религиозный, там, ну и так далее, так далее. То есть в чем здесь суть? Вот сам по себе истинный суицид, он имеет цель лишить себя жизни любой ценой. А вот в демонстративном суициде, вот в подростковом, в частности, да, здесь чаще всего преследуется совершенно иная цель. Это как крик о помощи, это как попытка обратить на себя, на свою проблему внимание. И вот демонстративные попытки, они, к сожалению, очень часто тоже заканчиваются, ну, в кавычках, успехом, да, потому что человек чего-то, может быть, не рассчитал. То есть их часто подводит случайность. Скорая вовремя не подъехала, там, дозу более высокую выпил, там, ну и так далее, так далее. То есть какая-то именно случайность. Хотя вот цели окончательно как бы лишить себя жизни, ее на самом деле может и не быть. Существуют ли какие-то возрастные группы, которые наиболее подвержены суицидам? Подростковый возраст и возраст пожилой, то есть это вот те периоды, которые кризисные для людей. Это может быть и кризис середины жизни, вот в районе 40 лет, например, да, когда человек как бы подводит итоги уже своей жизни. Но очень рискованный вот именно подростковый возраст. Почему? Потому что вот там как раз, ну, все может быть, вот все факторы могут слиться воедино, так скажем, и подтолкнуть человека к этому. Если мысли о суициде уже появились, как с ними справиться? Одной из значимых, на мой взгляд, основ суицида является заниженная самооценка, нелюбовь к себе. Вот. И, соответственно, ну, вот такой банальный, наверное, совет – нужно учиться любить себя. А это не просто сделать иногда. Почему? Потому что, ну, тут мы можем уйти сейчас вот в такие дебри. Когда закладывается самооценка там. То есть, по большому счету, все мы родом из детства. И очень часто подобные проблемы, они самостоятельно нерешаемы. То есть, вот лучший вариант – это все-таки обращение к специалистам. Благо, сейчас у нас в Абакане очень много психологов, которые могут помочь, и высокопрофессиональных психологов, так скажем. Поэтому тут проблем больших нет. Если вы заметили, допустим, у родственников, у кого-то, вот именно те самые поведенческие какие-то изменения, ну, там не только вот то, что, то, о чем я говорил, может быть, там может быть и противоположное. То есть, человек, значит, был активный, стал, допустим, очень унылым, там, депрессивным, и наоборот. То есть, это, как раз еще раз говорю, то, что не свойственно для человека обычно, оно всегда должно насторожить. В этом случае лучше, конечно, обратиться за помощью. Может быть, самим даже, вот, близким. Потому что очень часто человек, который находится, ну, допустим, в той же самой депрессии, да, он может и не хотеть вот этой помощи, он может и не желать, чтобы ему помогали. Вот, поэтому окружение здесь иногда сделает гораздо больше, чем какой-то специалист, если они изменят свое отношение к, ну, вот, к человеку, который, ну, существует риск, допустим, что он совершит это поведение, ну, совершит этот поступок. То есть, тут больше внимания, наверное, участия какого-то. Есть один вот такой вот момент, ну, миф такой, да, что человек, который говорит о том, что вот он совершит суицид, что он никогда этого не сделает. На самом деле, вот, это справедливо может быть для демонстраторов, так скажем, да. То есть, вот он, когда говорит, он просто пугает, манипулирует. Вот такое возможно. А вот тот, кто действительно задумал совершить суицид, он об этом так или иначе, ну, дает знать окружающим. То есть, вот, иногда даже проговаривает, заводит какие-то разговоры на эту тему. То есть, это действительно готовится. Поэтому, если вы вот заметили такие вещи, ну, самое первое, самое лучшее – это идти к специалистам. И, ну, к сожалению, депрессию психологи не всегда могут, не всегда могут помочь. Потому что, ну, депрессия, она разная бывает. Бывает депрессия реактивная, допустим, да, с которой можно работать. Бывает депрессия эндогенная – это уже психиатрический диагноз. И при такой депрессии психологическим, только психологическими приемами здесь ничего не сделаешь. Это связано с работой, с нарушением работы мозга. И это очень серьезно на самом деле. Вот. Поэтому бывают иногда случаи, когда приходят люди после того, как вот они совершили эту попытку, их вывели из этого состояния, и дальше уже можно с ними работать. Но эта работа уже не связана как бы с суицидом, понимаете, да. То есть эта работа связана именно вот с теми проблемами, личностными проблемами чаще всего, которые подтолкнули человека к этому, к этой попытке. То есть это же всегда поиск решения, ну, суицид – это всегда поиск решения какого-то, да. Пусть оно неправильным нам кажется, но для человека, который на это пошел, это единственно доступный в данный момент выход, который он выбрал для себя. И то, что вот он пытается либо от боли какой-то, от невыносимой душевной избавиться. То есть по сути своей он же не убить себя хочет, понимаете, да. Он хочет избавиться вот от той невыносимой боли, которая его преследует. Соответственно, и работать надо вот с причиной этой боли. А это может быть очень глубоко в личности. И не всегда, и не каждый психолог может этим заниматься. Тут очень серьезная работа должна проводиться. В наше время можно говорить о том, что очень большую роль в жизни каждого человека играет интернет. Можно ли считать его полезным, либо неполезным? Вы понимаете, вот что такое интернет? Если с этой точки зрения рассматривать, в интернете очень много полезного, но очень много и вредного. Вот бывают иногда клиенты приходят, которых я называю психологически отравленными. То есть что это такое? Вот они начитаются чего-то такого, значит, в том же самом интернете. Наставят себе диагнозов кучу и ходят с этими диагнозами потом по всем психотерапевтам, чтобы доказать, что им ничего не помогает. Вот это тоже такое бывает. Но это опять же зависит не столько, может быть, от интернета, сколько от самого человека, правильно? Ведь важно не только то, что тебе дают, а в плане знаний, в плане информации. Но важно и то, как ты это берешь и как ты это используешь. Вот одни и те же приемы, они могут и пользу принести, и вред нанести. Поэтому тут вопрос чисто индивидуальный такой. Спасибо, Сергей Николаевич, за интересную беседу. Напомню, сегодня гостем нашей студии, гостем нашей рубрики интервью был Сергей Николаевич Акимов, практический психолог.